На проспекте 60-летия Октября в районе остановки Зелёная автомобиль сбил беременную женщину. Пострадавшую экстренно доставили в больницу с подозрением на перелом костей таза. Для дамы, носившей в себе ребенка 8 месяцев, эта травма может осложнить предстоящие роды и создать угрозу здоровью плода. Пешеходка пересекала дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Она двигалась справа налево по ходу движения Тойоты Плац, которая приближалась к месту будущей аварии со стороны остановки Локомотивное депо. Водитель утверждает, что к этому моменту красный сигнал на светофоре для него уже погас. Женщина вела за руку девочку. Малолетний пешеход остался невредим. Среди проезжавших мимо автолюбителей был врач. Он оказал первую помощь и оставался рядом с 33-летней пострадавшей до приезда неотложки. Водитель Тойоты Плац прошел алкотест с нулевым результатом. На проспекте у остановки рынок загорелся автобус. Пламя появилось в двигательном отсеке во время движения служебного транспорта. Огонь заметили ехавшие позади автолюбители. Они же помогали бороться с пожаром до прибытия спасателей. Благодаря отзывчивости водителей недостатка в средствах тушения не возникла. Моих два огнетушителя. Вот три парня, видите, еще три огнетушителя. Пять огнетушителей. Вот и пять огнетушителей хватило. В Хонде Аэротаун загорелся материал, которым водитель утеплил на время холодов двигательный отсек. До начала ЧП шофер на фирменном автобусе уже развез по домам продавцов из сети супермаркетов и возвращался в гараж. За день до происшествия транспортное средство проходило плановое техническое обслуживание. У остановки совхозда РУРС легковой автомобиль получил повреждения от буксировочного троса, натянутого между двумя грузовиками. Тойота Марк 2 приблизилась к ним в тот момент, когда бортовые машины разворачивались и оказались у разных обочин проезжей части. Натянутая между ними веревка перекрыла проезд. Грузовики на сцепке разворачивались из-за того, что шоферы прозевали поворот и проехали мимо конечной точки маршрута – автосервиса. Тойота Дюна тянула Митсумиши Кантер, у которого вышел из строя механизм в коробке передач.